Добрый вечер. Вы представлены как режиссер, продюсер, актер. Если надо выбрать одну ипостазь, кто вы? Определиться, что вы. Сегодня вы кто? Актер? Если только сегодня, я могу сказать, что сегодня я, наверное, актер, а завтра я буду режиссером. Не знаю, для меня это все, в какой стране вы находитесь, на том языке вы разговариваете. Для меня это язык. Это возможность говорить о том, что нужно сказать. Просто вы в нескольких интервью говорили, что актер – это не совсем мужская профессия. Но, правда, я так понимаю, что вы имели в виду период 90-х, когда вы начинали. Я в каком-то смысле имею в виду только одно, что в том мире, в котором я был воспитан, желание нравиться, потребность нравиться, быть выбранным – это была не совсем мужская черта, не совсем мужское качество. А поскольку актерская профессия напрямую зависит от того, что выбрали тебя или нет, понравился ты кому-то или нет, это, конечно, с этой точки зрения эта профессия не очень мужская. А в 90-е она была еще не очень мужская, потому что она не позволяла тебе содержать семью. Ну, зачастую. Я понимаю, да. Вы потомственный кинематографист. Ну, по отцовской линии, да, в третьем поколении. Да, и дедушка был режиссером, отец – оператор. Вы отсматриваете работы отца? Потому что последняя была, по-моему, два года назад, в 2017 году, да? Ну, последняя из тех, которые вышли, да. Это был фильм «Карп отмороженный», скорее всего, да, я видел эту картину. Вы обсуждаете с родителем его творчество и свое? То есть у вас предметом разговоров в семье может являться творчество? Может, конечно. Я просто плохо разбираюсь в операторской профессии, поэтому мой анализ его работы, непосредственно его профессиональной работы только на уровне нравится, не нравится. Ну, что ты там заметил, сказал, а мы больше, наверное, обсуждаем все-таки фильм в целом. Вот. А в обратную сторону, конечно, папа лучше разбирается в актерской профессии, чем я в операторской. Хвалит? Последнее время, в общем, говорит, что доволен, что не стыдно, да. Он, в принципе, одобрительно отнесся к выбору учебного заведения? Вы знаете, просто у нас такая история взаимоотношений с папой. У нас был некий такой довольно большой период времени, когда мы практически не общались. И к тому времени, когда я что-то там выбирал и решал для себя, у нас были как бы еще не те отношения, чтобы он... Вообще на статье никогда не было таких отношений, чтобы он мог там сказать, что ты вот зря это делаешь, плохо. И хорошо он мог, так сказать, отойти, может, ему может не нравиться, но он никогда не будет настаивать на своей точке зрения. Этот период прохладных отношений? Нет, не прохладных, просто не было в силу там... Ну, это детство, там это отношения были... Ну, мама с папой разошлись, и из-за этого были определенные сложности, так сказать, я как ребенок в этой ситуации оказался. А вам вообще важно, чтобы вас хвалили? Как вы вообще критику держите? Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки спокойно... Ну, как? Нет, конечно, важно. Есть люди, от которых важно услышать их точку зрения, люди, которых я, безусловно, сам уважаю, которых ставлю высоко. Вот. В актерской профессии в большей степени это важно, потому что я про нее меньше всего понимаю. И оценка самого себя у актера, она в девяти случаях из десяти бывает неверной. Ты можешь играть, тебе кажется, что ты сегодня фантастически играешь, вот. А выясняется, что как-то, ну да, молодец. А бывает так, что стыдно нос показать из гримерки, а говорят, что вот это как раз то, что нужно было. А вот в том части вот режиссерских вот этих моих вещей, то, что я делаю, я уже достаточный опыт имею, чтобы сам себя оценить. Вот мне интересно, люди, которые практикуют режиссуру, актеры, как они работают с другими режиссерами, допустим, если приходится подчиняться воле человека, который менее авторитетен, чем ты, ну, на данный момент. То есть вы это принимаете, то есть как только вы актер, как только вы на площадке или на сцене, вы вот служу или у вас есть критика профессиональная? Я с огромным уважением. Чем больше я работаю режиссером, тем с большим уважением я отношусь к режиссерам, будучи актером. И я очень четко понимаю эту иерархию. Вот другое дело, что, во-первых, я работаю режиссером все-таки не в театре и не в кино, я работаю режиссером каких-то одноразовых перформансов. Ну, вы понимаете, как выстраивается мизосцена, как выстраивается драматургия. Вот я это имею в виду. Понимаю, да, что-то понимаю, безусловно. Нет, я и с актерами работаю, безусловно. Но, как вам сказать, важно режиссера, это я понял, работая режиссером, работая с актерами, у меня не всегда это получалось. Не всегда удавалось добиться даже от очень хорошего актера именно того, что я хотел. То есть результат всегда был какой-то, но не всегда именно тот, которым я мечтал. И я понял тогда, что актеру очень важно научиться разгадывать режиссера. Потому что иногда между тем, что человек думает, чувствует и тем, что он произносит, есть некий конфликт. Это не всегда одно и то же. Человек не всегда очень четко может сформулировать или сманипулировать тобой так, чтобы привести тебя туда, куда ему нужно. И вот тут разгадать режиссера, понять, что он имеет в виду, что ему в тебе нужно, и что, собственно, и станет для тебя тем, что ты начнешь растить в себе в роли. Вот это, наверное, я благодаря какой-то режиссерской работе научился. Но я с большим уважением. Вообще, я как актер, я отдыхаю всегда в том смысле, что ответственность минимальная. Вот в цепочке в этой производственной ты там вот сейчас все-все-все приготовит. Вот это чайкупа. Очень тяжелая работа. То ли дело, врач, там какой-нибудь шахтер. А актер это страшно. Особенно на съемках. Там зонтики держат над тобой. Говорю, не надо, пожалуйста. Нет, вот солнышко у вас. Вот. И где ни за что не отвечаешь. Только когда то, чтобы произнести слова, ну там чего-то сыграть. А в противоположной ситуации, когда я работаю продюсером, актером, я, значит, все время думаю, там, лампочка зажжется, здесь вовремя музыка заиграет, здесь это, здесь то, здесь то, здесь то, здесь. Тут ты весь мир сразу. А актер ты сидишь. Давайте-то вернемся к филозову. К Альберт Леонидовичу? Да, я так, насколько понимаю, в какой-то момент вам надо было выбирать между Джигарханяном, как наставником, и филозовом. Я правильно понимаю? Ну, не совсем. Нам никто не выбирали. Там они как-то между собой сразу сами разделили. А, то есть это вас выбрало филозово? Ну, скажем так, там была некая на курсе такая конфликтная история, конфликтная ситуация, в которой были зачинщики, такие декабристы, значит, среди которых был и я. Вот, и которые попали в опалу мейнстер-эстаблишмента такого гиковского, в том числе и той части курса, которая, ну, как бы, Армен Борисович, его супруга, они, так сказать, старались не входить в конфликт с институтом. Вот, а Альберту Леонидовичу это все было как-то неважно. Вот, и я просто как маргинал попал к нему. Он сказал, что это, а со мной будет работать, сказал Альберт Леонидович. А у меня он уже репетирует. Я какое-то время Джигарханян тоже репетировал, но потом меня так чуть-чуть уже... Немножко, кстати, в сторону. Вот вам не кажется, что то, что происходит с Джигарханяном, я имею в виду вот этот каскад вот этих телевизионных шоу, как-то нивелирует тот образ, который мы все знаем и любим. То есть, как его актеры, что его могут запомнить как человека, который участвовал в каких-то вот этих разборках с женой, не до женой. Это важно или не важно? Или вы считаете, что роли и продукты живут отдельно от их создателей? Они живут, безусловно, дольше, чем любая разборка с женой, любое, значит, публичное вот это вот показательное выступление и прочее. Это все шелуха, чушь собачья. Крайне жалко, что люди попадают в такие переделки. Армен Борисович, мне кажется, уже сам не очень отдает себе отчет в том, в чем он в результате участвует. Поэтому жалко. Я просто, знаете, я это стараюсь не смотреть, не слушать. Мне кажется, что крайне пошлым, самым пошлым во всей этой ситуации выглядит человек-потребитель этого, вот, этих программ, этих новостей, этих коллизий. Вот самое пошлое – это подглядывать за чужой жизнью, даже если мне ее хотят показать, вот, мне неинтересно. Армен Борисович, у меня вообще к нему очень сложные отношения, если честно, ну, как бы по-человечески, потому что у нас были разные ситуации. Были ситуации, когда он мне крайне помогал и поддерживал, были ситуации, когда нет, и он человек непростой, вот. Но я помню его несколько королей, которые мне важнее, чем все остальное. Мне всегда интересно найти, ну, то есть, важно, чтобы рядом с тобой, вообще, вот, важно, чтобы было за что любить человека. За что не любить – найти очень просто. За что любить – найти порой сложнее. Но если ты нашел в человеке, вот, за что ты его готов и можешь любить, то вот я как-то стараюсь придерживаться этой… Это вот как раз из операторского искусства, знаете, там, найти точную ракурс. Нашел, вот, вот оно вот то. И вот так вот и видеть. Когда вы говорите про телевидение, про потребителей вот этих шоу, вы понимаете, что вы говорите в целом об, как здесь точнее слово выбрать, не электоратное, а о народе, скажем так, что миллионы людей, что телевизионщики делают эти шоу не потому, что им это хочется, им это интересно, а потому что существует у социума запрос на подобного рода тематику. Еда и нет, потому что, с одной стороны, безусловно, вы правы, с другой стороны, вот, если у тебя стоит задача перед тобой рассмешить человека, ты можешь пошутить, а можешь его защекотать, например. Вот, эффект примерно одинаковый, человек будет хохотать, если он боится щекотки. Вот, но щекотать – это манипуляция, физическая манипуляция. А хорошее чувство юмора – это достойный диалог. Поэтому людей с людьми нужно разговаривать так, как ты хотел бы, чтобы разговаривали с тобой. Народ, то, что говорит, что вот он употребляет, ну да, ну да, ну как вот ребенок перед тобой, ты можешь ему, тебе сейчас лень, ты всунул ему там планшет, компьютер, он сидит, что-то делает. А если ты с ним играешь и разговариваешь, читаешь ему, не знаю, все что угодно делаешь, это тот же самый человек, ему совершенно уже не нужно, ему он с тобой, и он прекрасен в этот момент. Хорошо, давайте чуть по-другому зайдем. В 17-м году богема привела к власти своих. И в течение 70 лет у нас в стране под словом культура, вообще культура, вот культурный, поняла субкультура советской творческой интеллигенции. Консерватории, балет, массового ничего не показывали, вот, ну, кроме, может быть, комедий в кинотеатрах. А популярным-то все равно было вот то, что не показывали москульту. Ну, Владимир Семенович Высоцкий, который с точки зрения, ну, скажем, академического представления советской культуры, ну, не очень культурный был. Пугачева Алла Борисовна, вот мы 70-летие, которые 15 апреля всей страной отпраздновали. Вам не кажется, что вот невозможно потребителю, зрителю, слушателю вот что-то внушить или навязать высокое и хорошее, что все равно элитарное будет вот для элиты или для секты. Это вот здесь от термина зависит. То есть для немногих. Послушайте, ну, во-первых, до 17-го года культура была вообще достоянием элиты, да? Да. Там принято говорить о глубоких корнях русской культуры, да, но это мы знаем, что и в живописи, и в поэзии, и во всем это все, так сказать, либо вторично заимствовано, либо появилось довольно поздно на этой территории. И, как вы знаете, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но какое-то подавляющее большинство населения Российской империи не просто не читало. Вот, поэтому культура была достоянием элиты. Потом одна элита сменила другую. Вот частично, частично, кстати, перетекла. И была запущена программа ликбеза. Ликвидация без грамм. Люди научились читать. Дальше им стали давать какие-то книжки. Им стали показывать какие-то фильмы. Им стали спектакли, музыка, все. Они принимали на веру, да, да, довольно долго. И были приобщены к этому. В этом смысле, как ни странно, именно русская или советская, как угодно ее можно назвать, культура первой половины 20 века оказала огромное влияние на вообще на мировую культуру. Изобразительное искусство, например. Весь модернизм, Малевичка. Это что такое? Это элита на сломе, значит, философском каком-то страшном революционном сломе создает совершенно новую формулу мира вообще. И это первое. Второе, с чем я категорически не согласен, с тем, что у культуры вообще есть какая-то функция что-то внушить. Нет, это пропаганда, это другое. Это пропаганда. Это вот, если вам нужно внушить, что там за стеной враг, то вот тогда начинается... Тут культурный инструмент участвует в этом. А миссия, миссия тогда какая? Культура? Вот, человек, который, вот, человек кино... Делать человеку... Ну, еще раз, про актерскую миссию я вообще ничего не могу понять. С моей точки зрения, это глубоко эгоистическое искусство, когда человек пытается разобраться с самим собой, но публично, потому что за это платят деньги. Вот и все. Это какое-то твое глубоко личное переживание, которое ты согласен выносить, так сказать, на суд кого бы то ни было. А когда я работаю, вот, скажем, мы совсем не говорили про продюсирование, а как продюсер я, помимо там всяких-всяких шоу, у нас есть еще, например, там два кинофестиваля больших. Человек нуждается в поиске... Он человек ищет, он иногда это неосознно делает, но человек ищет ответы, которые перед ним ставят жизнь на вопросы. На вопросы, как перед ним ставят жизнь. И делать жизнь интереснее человеку... Сейчас это не пустые слова, да? Это... Вот культура может, например, влиять на качество жизни. Потому что, если, например, вы объясните человеку, что вот, смотри, ты живешь в общем не очень красивом месте. То есть место замечательное, но вот все, что тут человек построил, это, в общем, оно не для людей особо строилось, а для персонала. Но, смотри, вот ты привыкнешь смотреть отсюда, вот ты видишь, например, вот так, вот возьми эту свою камеру и просто походи вокруг. И вдруг ты можешь увидеть что-то, ничего в твоей жизни не изменилось. Ты только чуть-чуть повернул голову или обошел с другой стороны, сдвинулся с места. И ты увидел вдруг жизнь совершенно по-другому и себя в ней по-другому увидел. Ничего не изменилось, ты получаешь те же самые или не получаешь те же самые деньги. А оказалось, что все чуть-чуть по-другому. Вот эта культура в состоянии, на мой взгляд, делать. Она в состоянии расширять сознание человека. Она в состоянии дать человеку навык видеть в любом обстоятельстве, при любых обстоятельствах, при любых условиях искать и находить гармонию. Вот это, наверное, есть предназначение с моей точки зрения культуры. Если мы сравниваем советский период и постсоветский период, и говорим об отечественном кинематографе, произошли изменения фундаментальные или нет? Или это все тоже кино? Мне сложно ответить на ваш вопрос. Я не знаю. Я сравниваю с лучшие какие-то, для себя лучшие. А вот какие для вас лучшие? В советском кино? В советском и в постсоветском. Слушайте, у меня очень разные. То есть, мне, с одной стороны, один из моих любимейших фильмов Андрея Рублева-Тарковского. Хотя, например, к фильму «Зеркало» я отношусь спокойнее. Такого понятия в целом, как «Тарковский». Но вот Андрей Рублев, я считаю, что это одно из величайших советских кинопроизведений. Советских, не мировой. Входит в мировое. Мой друг Иван Лапшин, Алексей Германов. Совсем вроде бы другое кино, которое мне нравится очень. Я могу вам назвать фильм, который на меня произвел сильнейшее впечатление. Но, я думаю, что большая часть аудитории его не видела. Но это совпало. Знаете, я вот сидел, пока в армии служил, нам привезли его в честь. Я его пять раз смотрел. Фильм назывался «Утали. Моя печали». Вот, где играл Колтаков и Елена Сафонова. Но там была Москва, по которой я ходил еще год назад. И какие-то отношения прекрасные. Вот, не знаю, полет во сне и наяву, отпуск в сентябре. Нет, «Миллион покаяний», опять-таки, тот же самый фильм. Ну, который ваш папа снимал, на минуточку. Да, на минуточку. Да, «Крейцерова соната», который, кстати, папа тоже снимал. Нет, фильмов было много. Сейчас, ну, наверное, их вообще меньше снимается. Да, у нас все же меньше стало. Страна меньше, кинотеатров меньше, фильмов меньше. Школ, правда, больше стало. Вот, учить стали вроде бы больше сейчас. Вот, но не лучше, но больше. И, я не знаю, ну, вот я люблю фильмы Бориса Хлебникова, например. Да, мне нравятся фильмы «Аритмия». Я признаю, в общем, большой талант и мастерство Андрея Звягинцева. Разные режиссеры. Разные, а более полярные просто. Противоположные. Да, ну, это всем известный анекдот, да, но, как бы, один снимает фильмы «Любовь», то есть не «Любовь», а второй снимает фильмы «Аритмия», что, в общем, является синонимом любви, как бы, да, это. Вот, а разные взгляды, но, слушайте, это большие кинематографисты. Вот во второй части нашей программы мы как раз поговорим о конкретных вещах. В первой мы говорили в основном и в общем. Да, это всегда проще, чем в профессии. Да, поговорим о конкретных вещах. Итак, конкретно, ваше отношение к последним скандалам, скажем, вокруг лент, который я, честно могу сказать, я не видел, но вы наверняка видели, допустим, «Лунгин. Братство». Ой, я тоже не видел фильм, естественно. Слушайте, ну, это обстоятельства нашей жизни, что тут поделаешь. Это продолжение, на самом деле, того, о чем мы с вами говорили в целом, в первой части. Того, что кому-то кажется, что искусство должно что-то внушать, к чему-то, так сказать, призывать. Я всегда в этой ситуации привожу один пример, для меня очевидный. У нас есть закон о мате. А в Советском Союзе невозможно было себе представить, чтобы в фильме прозвучало подобное слово. А в армию вы пришли? Не только в армию, это был разговорный язык. Никакого отношения к культуре, к кинематографу и к литературе это не имеет. Кинематограф и литературу только отражают. Оно ни к чему, так сказать, человека не призывает. Ну, кроме каких-то, бывают отдельные случаи. В той же армии, я помню, что нельзя было таблетки хранить в тумбочке от головы или от горла. Потому что где-то в Уссурийске два года назад какой-то солдат съел 20 таблеток и помер. И с тех пор всем запретили. Ну да, островное право. Но это никакого отношения, с культурой тоже. Кто-то посмотрел фильм. То есть, есть теория и есть практика. Я считаю, что в данном случае Павел Семенович попал в какой-то жернова ложного представления об искусстве. Но там ведь как вопрос стоит? Вопрос стоит, что, допустим, мы знаем, что Оливер Стоун снимал взвод, который показал американцу Арвину самым-самым нелестным. Да, вы видели. Конечно, да. А еще есть апокалипсис. Да, но имеется в виду, что снималось это не на государственные деньги. Есть вопрос, как стоит. То есть, если на государственные деньги, то надо учитывать... Вы знаете, вот есть продюсерское кино. Там же тогда режиссер является техническим человеком, который выполняет задачу, которую ему ставят продюсеры. Есть авторское, когда человеку дали возможность, и вот он самовыражается. У продюсерского кино есть очень четкие, понятные показатели. Сборы в кинотеатре. Это аттракцион. Да. Это ты запустил колесо, и ты должен собрать как можно больше денег. У авторского тоже есть количество премий. Это уже лично к режиссеру. Нет, у авторского есть потребность человека, какая цель была. Понятно, что Александр Сергеевич Пушкин, в общем, старался зарабатывать на жизнь стихами тоже. Но это необходимость нам нужна есть. Но, в общем, это потребность человека таким образом самовыражаться. Авторское кино – это немножко другое. И вот эта история про то, что государственные деньги... Государственные деньги, за что государству нашему до сих пор большое спасибо, что оно вообще вкладывает эти деньги в культуру и в таком объеме, потому что ведь больше сейчас пока некому вкладывать. Еще там некоторое время назад были большие крупные частные бизнесы, которые вкладывали, жертвовали, меценатствовали. Сейчас этого все меньше и меньше и меньше. Доля негосударственных денег в культуре сильно снизилась, равно как вообще доля частных денег в общем денежном обороте нашим. И то, что государство вкладывает, за это ему большое спасибо. Но то, что существует с моей точки зрения ложное представление о том, что деньги оно вкладывает для того, чтобы получить от этого фильма какой-то, значит, манипулятивный эффект, это ошибка. А эти деньги вкладываются в плодородный слой. Вот что из этого плодородного слоя растет, оно растет разное. Но если самого слоя нет, то растение будет. Культура – это вот это самый плодородный слой почвы. И все вложения государства в культуру, они необходимы, потому что необходимо, так сказать, эту землю возделывать. А уже что там из нее растет такое, сякое, пятое, десятое, что-то очень красивое обязательно вырастет. И полезное вырастет. И бесполезное вырастет. Ну, а как бы это нормально? Почему? А вот все это, что в армии было так, сяк, были драки, не было драк. Дедовщина была, кстати? Конечно, была. В 88-й, да? В 88-90 была, хотя я служил в общем в части, не то что привилегированной, но это была часть при научном таком военном-научном полигоне, где, в общем, когда я туда пришел, там служили вообще одни студенты еще. Потом, нет, она была все равно, не одни, не только, но там много было. Но была все равно, конечно, было, так сказать, учили старше и молодых, так сказать, молодые мыли полы больше, и все это было, естественно. И более того, это в каком-то смысле было частью всей системы. Вот, это не то, что там офицеры это в некотором смысле поддерживали, да, потому что им нужно было на кого-то опереться. Ну, это инструментарий такой, понятно. Да, это тоже маленькая, так сказать, такая вот система общественного устройства. Поэтому было, конечно, и... А самое главное, что когда мы говорим про кино, какая, простите, разница была или нет, вот художественный вымысел. Если мы будем изучать историю по кинофильмам, то мы с вами окажемся в очень странной и нелепой ситуации. Вот мы не будем знать правды вообще. Вот про запреты мы стали говорить, ненормативную лексику. Запрещено, по-моему, в кино показывать, как пьют что-то. Ну, нет, оно не запрещено. Это, как-то, как это есть. Там, во-первых, ограничение сразу появляется. Но это рекомендательный характер носит. А вот по телевизору вы не можете показать, как человек пьет, занимается сексом и курит, по-моему, до 22 часов, что-то такое. Вот интересно, мне кажется, что здесь все-таки срабатывает тезис Алтыкова-Щедрина, что строгость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Насколько я понимаю, что здесь, в Гоголь-центре, на сцене, ведь можно употреблять ненормативную лексику, и это как-то практикуется. И, в общем, никто по этому поводу никаких нерв не принимает. А ведь я бы не то, что большой сторонник ненормативной лексики на сцене или еще где-то. Она, либо она является частью речи, естественно вытекающей, или, нет, бывает же, когда там общая своя, выйду и громко скажу. И вот, а, как вам? Это фигня, это провокация, которая, ну, то есть, мне это неинтересно. А когда человек это проскакивает, да, ну, бывает. Еще раз, вот, ну, мы играем в маленькие трагедии Александра Сергеевича Пушкина, у нас нет ненормативной лексики. Вот, хотя у нас там с поэтикой Пушкина рядом присутствует, например, поэтика рэпера Хаски, например. Вот, совсем разные вещи, но все равно. Поэтому, еще раз, мне это все кажется результатом какого-то заблуждения, отсутствием, в общем, достаточного системного понимания, что такое культура, у некоторой части, наверное, людей, которые ей руководят, или которые пытаются ее, так сказать, как-то формировать. Ну, вот у Кирилла Емельевича Разлогова есть такой термин «новые варвары». Он имеет в виду, что варвары, когда они разрушали Рим, они разрушали это не чувство личной неприязни, а потому что они просто не понимали вот ценность. Абсолютно верно. И вот по тезису Разлогова культурой в значительной степени руководят люди, которые просто не понимают, с чем они имеют дело. Вы не разделяете эту установку? Поднимают, но как-то по-своему. И тут есть другая история. Мы же с вами говорим об этом, находясь внутри ситуации. Это вы внутри. Нет, вы тоже внутри. Это вам кажется. Внутри мы с вами обсуждаем хорошо понятные вещи. Я говорю по времени, мы внутри. И рассуждать о варварах так блестяще, как это делает Кирилл Умельевич Разлогов, все-таки легче и удобнее, когда между варварами и тобой есть какая-то дистанция временная. Когда ты можешь сказать, что оказывается, но зато это время, оно дало нам вот это. И мы с вами, нам кажется, что мы живем уникальную какую-то жизнь, уникальное время. И что с нами что-то сейчас произойдет. Это как у Жени Гришковца есть прекрасное. Что сейчас конец света, конец света. Кто мы такие, чтобы на нас все закончилось? Поэтому, может быть, это для чего-то нужно. Может быть, вот этот период времени, в котором мы проживаем, мы говорим, что вот это какие-то там варвары, не варвары, понимаете, не понимаете. А потом бабах через 5 лет, через 10 лет. Какая-то совершенно новая эра, вырастает новое поколение людей, которые именно благодаря тому, что было вот так, вдруг стартуют и куда-то попадают в совершенно новое пространство. Ну, еще раз, это как солнечные дни. Как ни крути, вот сколько их отпущено тебе в год в этом городе, столько у тебя их и будет. Вы знаете, я вот беседовал с Константином Аркаевичем Райкиным, и он мне сказал, что когда он слышит запах спиртного от актера до спектакля, он с ним расстается немедленно. А вы рассказывали как-то, что в фильме «Юморист» самую ключевую сцену, четырехминутную, 12-минутную, сыграли под вискарем. То есть, что у вас не получалось? 50 грамм выпил, да, был. Всего 50? Ну, как мне, там звучало как будто бутылка. Нет, 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 там чуть-чуть было. Чуть-чуть и... Ну, то есть, это же существует, значит, разные подходы, правильно? То есть, конечно, для кого-то это... То есть, вам, как актеру, реально вот это топливо помогает. Да, но я не пришел на съемочную площадку выпивший. Вы попросили актерские дубли и накатили. Вторая смена, и когда уже сказали, что все стоп, закончено, все снято, и я попросил, предложил снять еще раз, еще раз дубль, понимая, что того, что нужно, режиссеру нету, и когда они сказали, да, давайте, актерский дубль, тут я себя почувствовал полным идиотом, и в панике просто вышло, это было какое-то инстинктивное вещь, я думал, что мне с собой сделать. Это была ваша практика общая, когда разогреваться? Да нет, конечно, ну что вы, ну это бессмысленное занятие совершенно. То есть, это было спонтанное решение? Это, да, это, притом, что нет, я люблю выпить, люблю, но нет, ну, конечно... Не на площадке? Ну нет. И не на сцене? Нет. Хорошо. А когда ваши подопечные, когда вы в качестве режиссера работаете, вам важно, как достигается результат, или сам результат, а все равно, что человек для этого сделал? Мне? Мне важно, как сам результат, как мне важно. Кстати, вот тот же Райкин меня, честно говоря, вот меня озадачил, он сказал, что все люди, абсолютно все, без исключений, мечтают об актерской профессии. Ну, просто у кого-то получается, а есть лузеры, которым не удалось. Как вы на это смотрите? То есть, есть ли вокруг вас люди, которые не мечтают об актерской профессии, никогда не мечтали? Я могу только предположить, что имел в виду Константин Аркадьевич, человек большого ума и большого таланта, и вообще, пред которым я, в общем, преклоняюсь. То есть, может быть, речь идет о том, что, в общем, все люди хотят, чтобы их любили. Вот. И, да, вот это вот, так сказать, оказаться в центре внимания, чтобы тебя любили. Может быть, это и он имел в виду. Ну, иначе я просто скудным своему мишкам не понимаю, что конкретно, что он имел в виду. А вы считаете, что все люди, вы не допускаете существование интровертов, которым, в общем, пофигу, то есть, они живут как-то со Вселенной и общаются, им, в общем, совершенно все равно, любят их или не любят. Или таких не бывает. Да, допускаю. Но я также допускаю, что когда Константин Аркадьевич говорит, что все, абсолютно все люди, он тоже допускает что-то такое. Вот. Нет, конечно, допускаю, хотя я думаю, что это заложено в природе человека, в его инстинктах, любить и быть любимым, да, даже на физиологическом уровне. Поэтому я думаю, что большая часть интровертов – это люди, так сказать, не родившиеся в этом бункере своем, а залезшие туда, закрывшиеся там по каким-то причинам, зачастую связанным как раз с нелюбовью, с какой-то агрессией внешнего мира, которая на них. У вас есть друзья-интроверты? Вообще расскажите про ваших друзей, если это не является... Нет, у меня друзей, слушайте, у меня друзей очень много. Вот, я знаю, что это так, все смеются, что это не друзья. Да, вот о дефиниции хотелось, что такое друг. Вы общаетесь с людьми, с которыми вы учились в вашей знаменитой школе? Да, конечно, конечно. По-прежнему, с одноклассниками. Да, мы даже с классом, мы собираемся время от времени, у нас есть группа в WhatsApp, значит, мы как-то переписываемся. Но есть несколько человек из школы, не только из моего класса, постарше, помладше людей, с которыми мы так крепко дружим до сих пор. Это люди творческих профессий? Нет. Нет. Что для вас определяется критерием, по которому вы понимаете, с этим человеком я могу дружить, а вот с этим никогда? Или таковых нет? Ну, я вот, если я вдруг почувствовал, понял, увидел, за что я его могу любить, если мне вот этот человек интересен. А за что вы можете, что вам интересен? Ой, это вообще абсолютно разные какие-то вещи, я не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. То есть это на уровне какой-то интуиции, это может быть даже тембром голоса и мелодикой речи. Ты понимаешь, что в твоем кино бы ты этого человека точно снял, что бы он ни говорил, но вот он будет это так говорить, что ты уже будешь. Можете вы сойтись с человеком, с которым вы там, ну где-то, не знаю, как в самолете оказались на соседних креслах, там выпили по 50 грамм вискаря, и вроде бы там у вас образовалась какая-то вот... А потом он говорит, ну, я посмотрел, юморист, ну, унылый *** вообще-то. После этого все, все, человек отрубается? Да ну что, нет, нет, нет. Нет, это если я лезу к нему с общением, а он не хочет со мной общаться, например, по этой причине в том числе, ну, тогда это насилие, вот, нет, конечно, ну, слушайте, я много людей знаю, которым там не нравится то, что я делаю иногда, ну, то есть какие-то вещи там, не знаю, может быть, есть люди, которым системно не нравится все, что я делаю, нет, какая-то... Знаете, спрошу вопросом, который Никита Сергеевичу Михалкову задавал, который очень любит, как мне кажется, играть таких вот, ну, мерзавцев каких-то, ну, таких, ну, несимпатичных, вот с удовольствием это делает. А вот вы же сыграли в юмористе, ну, как мне кажется, ну, не самого симпатичного и не самого нравственного человека. Вы понимаете, что для массы зрителей актер и его персонаж очень часто соединяются, что они вот будут вас воспринимать, как вот этого юмориста Борю из этого фильма, или нет, или я ошибаюсь, и это не работает? Да, наверняка для кого-то работает. Я вообще, вот, я не так много в своей жизни сыграл, но там вот есть несколько ролей каких-то таких более-менее. Ну, про юмористы очень много пишут. Про юмористы, там, вот, обыкновенная история, да, еще чего-то. А мне всегда говорят, что ты же сам себя играешь. Вот так вот? Да. Я говорю, ну, да, ну, вот это и это, вы же там вот видели, там три разных работы. Но это же разные люди. Они говорят, да, но ты в каждой из них играешь сам себя. Ну, во мне и живет малосимпатичный и не очень моральный человек. То есть я в себе такого человека могу найти, я могу себе представить себя таким, вот, и, в общем, покажите мне человека, который никогда не был малосимпатичным и не очень моральным, нравственным человеком. У каждого это есть, вот. Вот, но при этом это же существует на фоне какого-то там, все равно, внутреннего стремления к чему-то, не знаю, поиска какого-то. Поэтому, ну, пусть думают так, всяко, какая разница. Говорят, что ваш партнер по фильму, дочь знаменитого советского юмориста, Геннадия Харда-Хазанова, которая по сюжету играет вашу супругу, прямо на съемках, глядя в монитор, сказали, да я играю свою маму. Это правда? Ну, была такая история, ну, да, но она фактически ее играет, она играет жену ее юмориста, ну, как так сказать, работника юмористического цеха середины 80-х годов. В отличие небольшие, Геннадий Викторович никогда ничего сам не писал. Да, ваш персонаж, что он писатель? А мой актер писатель, ну, собственно, все. Вот, поэтому, конечно, она знает этот, так сказать, слышит этот ультразвук, который в квартире должен быть, когда там папа пришел, у папы проблемы, там, или папа вернулся с гастролей. Ну, это ее, она оттуда выросла, это ее, так сказать. Вот, да, было такое, действительно, ну, собственно, в каком-то смысле, я думаю, что и приглашение Алисе было сделано по предложению сыграть в этой картине отчасти поэтому, потому что, в общем, понимали, что она знает, о чем речь. Вы, как режиссер, по этому же сценарию, потому что сценарий режиссер в этом фильме, это Михаил Идов один, если бы вы, как режиссер, по этому сценарию сняли бы кино с собой в главной роли, это бы тоже было другое кино? Тогда у меня была фамилия Михалков все-таки, наверное. Сойдемся на то, что у каждого своя фамилия, и поэтому, и пусть каждый своей фамилии гордится, вам есть чем гордиться, большое вам спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!